Всем привет! С вами Алекс, и сегодня я хочу порассуждать про Тинькофф Премиум. С каждым днём плюсы программы становятся всё хуже и хуже, все эти бонусы потихоньку начинают как-то исчезать, скажем так, и всё чаще возникает вопрос, а стоит ли продолжать платить за эту подписку? Или нет? Перед началом ролика хочу напомнить вам про свой Телеграм-канал и чатик в нём, в котором мы можем пообсуждать эту тему. Так что обязательно подписывайтесь, переходите, там всякие новости интересные, мемчики и так далее. Скажу сразу, если у вас лежит в Тинькофф более трёх миллионов и подписка бесплатная, то отказываться с неё явно нет смысла, потому что, ну, бонусы есть бонусы, а в других банках, ну, не то чтобы они сильно лучше чаще всего за те же деньги. А вот если вы всё ещё платите за премиум подписку, например, у вас нет миллиона рублей в банке и 200 тысяч трат в месяц, и вы тратите две тысячи рублей за подписку, то вопрос, а надо ли продолжать? Или, может быть, пора переметнуться в какой-нибудь другой банк? Может быть, у кого-то ещё есть лучшие условия? Хотя, честно сказать, альтернатив я сильно не вижу, вот прям грустненько в этом плане. Если вы знаете какие-то интересные банки, интересные премиальные программы у них, которые стоят примерно те же две тысячи рублей в месяц, и которые сильно лучше Тинькофф, то обязательно напишите об этом в комментариях, ну, или в чатике у канала в Телеграме, потому что мне правда интересно, может быть, я что-то пропустил такое очень крутое, но, честно сказать, пока что нет. Пока что я не натыкался на хорошие варианты. Ну, может быть, МТС Банк всё ещё неплохо, но надо бы его перепроверить. Год уже прошёл. А если не смотрели ролики про МТС Банк, то обязательно посмотрите, что мы фактически уже потеряли в премиальной подписке Тинькофф. Самое очевидное — это MasterCard World Black Edition, металлический, конечно же. Красивенькие такие. Да, они продолжают работать на территории России. Возможно, MasterCard когда-нибудь вернётся, и карточки будут всё ещё работать в мире. Но пока что, по сути, бонусы все пропали от владения этими картами. То есть нет дополнительных скидок в каких-то кафе, в отелях, каких-нибудь бонусов дополнительных, проходок в бизнес-зал Мастеркарда, видимо, тоже нет. Так что это грустно. Буквально на днях Тинькофф начал пускать на замену MasterCard карточек вот такие Мир Суприм карты. Могут быть пластиковые, могут быть металлические. У меня пластик. Об этих картах я уже снял отдельный ролик. Надеюсь, он скоро уже выйдет на канале. Так что обязательно подписывайтесь. Но всё-таки Мир Суприм не даёт столько бонусов, как давали MasterCard ранее. Но, сами понимаете, пока с этим ничего поделать нельзя. Есть премиум тариф в инвестициях ещё, когда у вас есть премиум подписка. Конечно же, он даёт более лучшие проценты по всяким сделкам, поменьше комиссия за покупку валюты, но все эти комиссии всё равно вырастут. Я лично в последнее время в инвестиции практически не захожу, потому что, ну, с ними всё грустно и веселее они становятся со всеми блокировками со стороны ЦБ, со стороны мира, санкциями и тому подобным. Так что, ну, ощущение, что я там буду бывать всё реже и реже. Разве что я там меняю валюту моментами, но я не уверен, что я меняю настолько много валюты, что у меня комиссия выходит больше 2000 рублей, если бы я менял её на тариф, например, инвестор, или какой-то там другой тариф пониже. Так что надо будет посчитать. Честно скажу, не занимался этим ещё. Возможно и правда премиум подписка отбивается чисто на пониженных комиссиях в инвестициях. Может быть и так. Надо проверить. Бесплатный SWIFT тоже уходит, к сожалению. Теперь он станет платным даже для премиум клиентов. А в последнее время, вы сами понимаете, фишка была очень важная, если вы всё-таки смогли завести себе карту за границей. И как бы раньше на премиум тарифе даже один перевод уже отбивал в целом стоимость карты. Типа SWIFT перевод стоит 15 долларов, насколько я понимаю, по обычному тарифу стоил. Сейчас он будет стоить от 30 долларов. По премиуму он будет стоить теперь от 15 долларов. Пока я снимал ролик про Тинькофф премиум, условия по SWIFT становились каждый днём хуже и хуже. Сначала нельзя было держать более 1000 долларов на счету. В том числе для премиума, для прайвата, что было очень странно. Но зато потом Тинькофф типа чуть-чуть жарился. Сделали минимум 10 тысяч в процентах. Как бы больше десятки. Всё равно надо платить будет комиссию в 1%. И при этом можно вывести только от 20 тысяч долларов. Кайф! Молодцы, Тинькофф. Чего сказать-то? В общем, для премиум тоже никаких поблажек. Для правита тоже вроде ничего такого не было. Может быть, где-то в тайне там сохранилось. Но для премиум ни хера не поменялось. Плюсы премиуму тают на глазах. С каждым днём всё хуже и хуже. Проходки стали грустнее. Полное видео про Грейвол, конечно же, скоро выйдет. Занимаюсь им активно, изучаю, что это за программа такая. К сожалению, по картам Мир Суприм Тинькофф решил не подключать Dragon Pass. Если кратко про Грейвол, то работает он только в России. Зал и РЖД пока что в пролёте. Честно сказать, лучше бы оставили старую схему с компенсацией проходок через чат, когда вы отправили просто чек в чат и вам скидывали деньги обратно на счёт. Потому что партнёр нынешний Грейвол выдает в Сочи, например, какие-то пиццерии за бизнес-залы. Одно радует, за границей оплата проходок в бизнес-залы всё ещё действует под чеку. Так что просто кидаете в чатик и вам его компенсируют. Что же осталось с премиумами? Ну, на самом деле достаточно много фишек, но они гораздо мельче и далеко не всем подходят. Остался, например, консьерж Прайм, которым я время от времени пользуюсь. Да, я им не всегда доволен, но иногда бывает полезно. Осталась дополнительная категория повышенного кэшбэка. И причём, если в повышенную категорию у вас попала категория из списка ЦБ, типа там супермаркеты, такси, чё-то ещё, то всё равно будут начислять 5% повышенного кэшбэка, а не полпроцента. Это очень радует. Но это работает и на обычных картах, так что плюсов у премиума тут не сильно больше. Ну, типа дополнительной категории и всё. Зато от системы Мир, Суприм именно, у вас будет 5% на рестораны дополнительный кэшбэк. Что очень радует. Кстати, интересно, они суммируются. Типа будет ли в итоге 10% кэшбэка от Тинькофф и Мир Суприм? Вот честно не знаю. Повышенные кэшбэки для премиума за путешествия, избранные рестораны, топливо, кино, театры, концерты тоже никуда не делись. Кстати, личная просьба. Сходите в кино, поддержите кинотеатры, им сейчас грустно. Ещё лучше, если вы сходите без кэшбэка, ну правда. Ну, либо хотя бы просто билет купите, а вот просто лично отменяйте. Поддержите кинотеатры, без них будет грустно. А им сейчас очень плохо. Одна из главных причин, по которой я всё ещё оставляю себе премиум подписку, это дополнительный 300 тысяч для вывода со счёта ИП на личный счёт. Всё-таки это очень приятный бонус, но лично для меня, как ИПшника, так что мне невыгодно переходить с премиум подписки. Возможно, возможно, мне выгодно перейти совсем в другой банк, как ИП, и переводить куда-то ещё. Но надо изучить. Про это тоже будет скоро отдельный ролик, он будет достаточно длинный. Так что подписывайтесь, если вы ИП, тем более экспортер. Конечно же, остались повышенные проценты на остаток по депозитам, по накопительным счетам. Например, для премиума на остаток вместо 4% Тинькофф даёт 7%. Как бы да, с нынешней ставкой 7% не очень много, но типа хрен бы с ним. Это всё плюс. Но на рынке, правда, бывают предложения поинтереснее, вот честно скажу. Но бегать за ними мне лично не очень нравится. Всё ещё жива страховка для путешествий по миру на 100 тысяч долларов. Она, кстати, удобная, я как-то раз ей пользовался, всё нормально было. Всё ещё, честно сказать, удивляюсь, как страховки живы. Вроде страховщики начали сбегать с нашего рынка в том числе. И как она работает по миру, мне всё ещё не ясно. Вероятнее всего, действует какие-то старые контракты. Но вот продлят ли страховку в будущем, мне пока не ясно. Будем наблюдать. Остались бесплатные звонки и 1 гиг в роуминге на Тинькофф Мобайле. Я им пользуюсь, Тинькофф Мобайлом, как вторым оператором. Очень удобно, есть сим у меня стоит. Кайфец. Тем более, бесплатные звонки очень радуют. Хотя я звоню-то редко, но почему бы и нет. Самая премиум-премиум услуга, которая осталась и, мне кажется, никуда не уйдёт в ближайшее время, это инкассация от 2 миллионов рублей. Тинькофф готов и привезти вам деньги, и забрать у вас эти деньги и отвезти в банк. Прикольная фишка. Я у других банков особо это не видел, тем более в премиум, а не private сегменте. Кстати говоря, эта фишка раньше была чисто для private клиентов, но недавно это поменялось. Так что Тинькофф тоже улучшает премиум подписку. В нынешних условиях. Ну и не стоит забывать, что по картам All Reliance можно компенсировать авиабилеты милями без дополнительных шагов, как на обычной кредитке или дебетке All Reliance. Приятный бонус, на самом деле, иногда выгодно даже сделать себе эту премиум подписку, компенсировать билеты без шага и получить билет бесплатно. Иногда подписка может и отбиться. Ну и, конечно же, для клиентов действует премиум поддержка, типа есть свой менеджер. Обычно проблемы через премиум поддержку решаются чуть быстрее, по той причине, что у сотрудников премиум поддержки есть больше просто доступов. В том числе в разные разделы банка, в инвестиции, в бизнес и так далее. У обычной поддержки, к сожалению, доступы очень сильно обрублены. О чем я узнал из своего чатика в Телеграме? Обязательно заходите, подписывайтесь. Там интересно, много чего обсуждаем. Ну так что вы думаете, Тинькофф премиум подписка осталась выгодной? Или стоит от нее отказаться? Лично для меня премиум подписка остается выгодной лишь из-за ИП, по сути. Инвестиции сдулись, мобайл, ну типа плюс, ну такой. Кэшбэки, ну, когда как я на них попадаю, как бы, ну не столь интересно. Зато ИП отбивается. Если же вам достаточно оставшихся бонусов, то вы можете себе оформить какую-либо премиум карту на сайте Тинькофф по моей ссылочке и получить два месяца бесплатно премиум подписки. Ну а если вам достаточно обычной карты Тинькофф Блэк, то если вы оформите ее до 30 июня этого года, получите вечно бесплатное обслуживание. Ну а это все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик. Матане! Субтитры сделал DimaTorzok